Таблетка Рокстан эффективна в лечении дисминарии. Флорбипрофен блокирует ингибиторы воспаления и обеспечивает мощный противоболевой эффект при альгодисминарии. Флорбипрофен более эффективен при дисминарии, чем на проксен. Флорбипрофен, обладающий обезболивающей эффективностью и безопасностью при лечении дисминарии, более 20 лет на европейском фармацевтическом рынке. Итак, мы приступаем к последнему нашему докладу по программе. Я с удовольствием предоставляю слово профессору Шперлинг Наталье Владимировне, город Санкт-Петербург. Пожалуйста, как раз вопрос тазовой боли. Что это? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я завершаю эту секцию и неспроста этот действительно доклад последний. Это очень важно, потому что сейчас мы говорили о воспитательных заболеваниях органов малого таза. И обратите внимание, и в обеих презентациях, и сейчас в выступлениях коллег звучало самое знаковое. Что является в клиническом протоколе важным? Боль. Именно боль заставляет нас, пациенток, отправляться к нам на прием. Неважно какая, острая, хроническая, но именно самая первая жалоба – это боль. Неважно акушер, гинеколог, терапевт, хирург – это именно как раз боль. Ну и боль в акушерстве, гинекологии – это действительно такая терроинкогнито, согласно которой мы начинаем говорить. Поэтому мы чётко должны дифференцировать острая или хроническая. Почему? Потому что именно дальше пойдёт тактика. А в воспалительных заболеваниях органов малого таза – это очень важно. Если острая боль, то действительно это молодой сексуально активный возраст. А вот хроническая боль, она часто ассоциирована с зонтами, которые ставятся уже в последующем. И чаще всего они обращаются с жалобами на болезненную менструацию, на выделение сгусток, скажем так, на боль в пояснично-крестцовом отделе. Мы даже не думаем, что здесь какие-то проблемы. А действительно, это получаются иногда такие грозные диагнозы, даже как тубоавариальные абсцессы. Между тем, это действительно различие. Мы чётко должны понимать, что хроническая тазовая боль – это боль в течение шести месяцев. Острая боль – это физиология. Природа наградила малый таз женщину, чтобы защитить её. Поэтому малый таз отделён от брюшины. И поэтому, как правило, если острая боль, то это яркие клинические симптоматики, когда мы чаще всего обращаемся с тактикой в хирургический стационар. А вот хроническая боль, она длительно персистирует, она патологическая, и с ней связано достаточно большое количество причин. И совершенно идёт разная тактика, когда мы обследуем женщину при острой тазовой боли, либо при хронической боли. Чем же отличается хроническая боль? Ну, во-первых, это, собственно, тазовая боль. Она чётко ассоциирована с расположением внизу живота в подвздошной области. Она совершенно даёт разную симптоматику, отличие от островой перитониальной боли, тазовой боли. Но самое главное, существует свыше шести месяцев. И чаще всего женщины ещё реагируют на появление и усиление боли с какой-то стрессовой симптоматикой. Выброс простагландинов, выброс адреналина, выброс биологически активных веществ формирует, опять же, обострение тазовой боли. Поэтому здесь мы чётко должны отдифференцировать. Обратите внимание, да, огромный слайд, в котором собрано огромное количество причин хронической тазовой боли. А почему мы должны, опять же, это учитывать? Да потому что особенность хронической тазовой боли ассоциирована с тем, что формируется порочный круг. И действуют две системы. Это простагландиванная, но цицептивная. И они между собой перекликаются, формируют так называемую биоплёнку, которая в последующем формирует вот этот уже устойчивый болевой процесс. И даже уже назначенная терапия не помогает. И женщина приходит, я пропила вашу антибактериальную терапию, а боль-то у меня не проходит. Я принимаю определённые препараты, а боль-то у меня не проходит, потому что она принимает характер фантомный. И это уже огромная проблема, которая ведёт действительно уже к ухудшению качества жизни наших женщин. И действительно, воспитательные заболевания органов малого таза тоже относятся к проявлениям боли. И если молодой возраст, повторюсь, это острая боль, то именно как раз возраст уже пациента, которые общаются с бесплодием, обращаются с нарушением менструальных выделений, то он точно ассоциирован с синдромом уже воспитательных заболеваний органов малого таза и формированием каких-то процессов. А вот теперь обратите внимание, какие ещё другие причины способны вызвать, потому что прежде чем поставить синдром хронической тазовой боли и в зомты, мы должны исключить и другие причины. Поэтому в первую очередь и аномалии, и различные расположения инородных телонс тоже такое есть. Я удаляла тампокс, который простоял 6 месяцев. Да, и такое было, поэтому тоже были определённые проблемы. И, конечно, это послеоперационное состояние, но мы ещё и должны исключить, в первую очередь, экстрагенитальные заболевания. Это очень важно, потому что действительно в последнее время всё чаще мы сталкиваемся с проблемами пояснечно-крестцовой торсопатии. И именно как раз здесь работа с неврологом позволяет исключить либо подтвердить воспитательные заболевания органов малого таза. Не забывайте именно как раз о заболеваниях кишечника, потому что именно как раз пульсирующая, персистирующая боль непостоянно. Она также ассоциирована ещё и с дисбиозами, с колитами, с различными формами неспецифического язвенного колита. Но ещё сюда относятся также заболевания органов мочевыделения. С одной стороны, это можно вместили циститы, нарушение микробиола. С другой стороны, они могут протекать совершенно, скажем так, и в монокачестве. Помимо этого, мы ещё не забываем исключить заболевания сосудов, тот же пресловутый варикозно расширенные вены органов малого таза. Но и не забываем, психические заболевания тоже формируют синдром хронической тазовой боли. Но что мы должны в первую очередь напомнить, это действительно мы думаем о двух состояниях. Это либо эндометриоз, если мы его исключаем, либо это воспринимание заболевания органов малого таза. И не секрет, что патологические выделения с половых путей формируют тот самый восходящий путь развития, о котором говорили мои коллеги, и на этом действительно я не буду уже останавливаться. Второй момент, мы должны чётко определиться, где эта боль расположена, какие факторы её провоцируют, на какую фазу менструального цикла возникает эта боль, потому что если это действительно хроническая тазовая боль при воспринимании органов малого таза, наиболее часто она связана с менструальным циклом, либо с эмуляцией, когда формируется физиологический отёк, связанный с выработкой простагландинов. И естественно, если пациентка ещё и говорит, что у неё происходит уменьшение боли на фоне определённых препаратов, то это также нам помогает в дифференциальной диагностике. Поэтому, конечно, боль является первым признаком воспринимательных заболеваний органов малого таза, будь они острые, будь они хронические. И несвоевременно неадекватное лечение инфекций нижних отделов мочеполовых путей формирует те самые пресловутые созданные бактериальные биоплёнки, которые настолько мёртво врастают в эндометрии, настолько тяжело их вытащить, что мы сталкиваемся с этим только синдромом тонкого эндометрия. И, конечно, последующие исследования чётко ассоциированы с тем, что в зонт сейчас ассоциированы ещё и с другими заболеваниями, которые способствуют их появлению. Это атеросклероз и диабет, артериальная гипертензия. Почему? Потому что идёт выброс противовоспалительных и провоспалительных цитокинов. Нарушается соотношение, нарушается иммунный ответ. Это прекрасно показала Наталья Игоревна в своих исследованиях. И мы формируем вот такие неблагоприятные течения воспалительных заболеваний органов малого таза. Поэтому, конечно, своевременное начало лечения, потому что сейчас это наиболее современная проблема. И правы, действительно, наши коллеги нужно своевременно обращать на это внимание, чтобы не прибегать к органно-уносящим операциям. Поэтому своевременная санация, своевременное лечение, для того, чтобы не допустить вот этих грозных осложнений, для того, чтобы не пересматривать этот клинический протокол, чтобы он был единым. И поэтому лидирующие – это, естественно, различные дисбиозы и воспалительные процессы в нижних отделах мочи полового тракта. Поэтому, напоминаю, это действительно опять же тот же самый пресловутый вагеноз, который формирует глубокие биоплёнки. Но если процесс уже высоко, то местная терапия здесь, конечно, будет только дополнением. В этом случае мы назначаем антибактериальную терапию. И вот здесь мы забываем, что те самые пресловутые гарднереллы являются иммуносупрессантами. Именно формируя патологические облёнки, они снижают иммунный ответ. Поэтому и формируется боль, а больше-то других жалоб нет. И поэтому боль тянучая, тягучая, она не острая, она не заставляет сразу же обратиться к пациенту к нам. Поэтому не забывайте, что если вы сталкиваетесь с заболеванием органов малого таза, здесь идёт системная терапия препарата орнидозола. И комплексная терапия должна быть обязательно, потому что анаэробная инфекция не дремлет, она обладает тем, что она живёт в глубине и способна очень долго там сохраняться. Поэтому необходима своевременная терапия с добавлением орнидозола. И мы такой препарат знаем, Тибирал, все его прекрасные значения. Мы только забываем его добавлять в нашу антибактериальную комплексную терапию. Но возвращаясь к болевой синдромам, мы понимаем, что чаще всего при заболевании органов малого таза боль характеризуется появлением чувства распирания, жара в области промежности с радиацией в пояснично-крестцовую область. Поэтому необходимо использовать основные принципы лечения. С одной стороны, это антибактериальная терапия, с другой стороны, это нестероидные противовоспалительные препараты. Всё-таки это патогенез, и нам нужно убирать не только этиологический принцип, но и непосредственно патогенетический. Тем более, что действительно данные препараты включены в наш клинический протокол и применяются с целью обезболивания и с целью устранения воспалительного действия. И у нас есть препарат, который появился на нашем рынке достаточно недавно, но он обладает именно как раз способностью накапливаться больше всего в органах малого таза. Препарат флурбипрофен относится к нестероидным противовоспалительным препаратам нового поколения с минимальным влиянием на желудочно-кишечный тракт и выраженным не только жаропонижающим, но и, главное, противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Причём воспаление здесь идёт в первую очередь, и уже в дальнейшем, по мере снижения выброса простагландинов, мы получаем ещё и дополнительно обезболивающие действия. И, конечно, является самым безопасным на данный момент препаратом, который может применяться непосредственно в терапии любой хронической тазовой боли в акушерстве и в гинекологии. И исследования, которые были проведены в первую очередь на пациентке, которые применяли его при дисминаре, показали, что препарат достаточно отличается от других препаратов более быстрым наступлением эффекта. Буквально в течение 30 минут пациентки отмечали уже резкое снижение боли, что позволило использовать его и в терапии воспалительных заболеваний органов малого таза. Поэтому на данный момент комплайнс очень хороший, препарат применяется 2 раза в день. Это позволяет нам действительно резко снизить вот эту частоту выраженности болевого симптома по всемирно известной шкале уровня боли. Поэтому боль действительно устраняется в первые 30 минут. Это селективный препарат, который непосредственно действует на рецепторы. Самое интересное, что препарат активируется непосредственно в местах очагов воспаления. И в принципе не зависит от приема пищи, что также является достаточно важным, что подтверждает его безопасность в отличие от других нестероидных противовоспалительных препаратов. Ну и самое главное, конечно, еще напоминаю, препарат может применяться не только в терапии воспалительных заболеваний органов малого таза, но и также в терапии тазовой боли при эндометриозе, при дисминареи, при болезненной овуляции, в том числе и при синдроме островой тазовой боли. Поэтому, конечно, проблема боли очень актуальна, и каждый раз мы стремимся найти причину, которая вызывает эту боль, и в то же время забываем, что необходима еще и грамотная терапия, которая была бы не только симптоматической, но и патогенетической. Благодарю вас за внимание.